Казахстанские мошенники обчищают счета благотворителей и людей, нуждающихся в срочной материальной помощи. Жулики не останавливаются ни перед чем. Легко обозят доверчивых собеседников по телефону, выпытывая все персональные данные. А затем легким движением мышки обнуляют банковские счета и карточки. Очередной жертвой преступников стала пара спортсменка Бактыгуль Олимбекова, которая собирала деньги на протез. Но теперь все придется начинать сначала. Как не попасться на удочку мошенников, знает Анастасия Валикжанина. Бактыгуль Олимбекова, сама того не зная, подарила мошенникам 600 тысяч тенге. Это деньги, которые она с большим трудом собирала на протез. Не так давно пара спортсменка, мастер спорта по настольному теннису, открыла сбор средств в соцсетях. Неделю назад к ней обратились якобы представители футбольного клуба и обещали перечислить 120 тысяч тенге. В состоянии эйфории Бактыгуль выполнила все, что ей сказали мошенники. Она открыла ссылку, в которой нужно было указать CVC-код. Мошенники, они очень хорошие психологи. Они на этом, конечно, сыграли. Меня торопили, что бухгалтер сейчас уйдет. Пожалуйста, вы заполните ссылку. Я когда уже опомнилась, мне уже смски приходили, что вы поменяли пин-код, вы переводите 600 тысяч с депозита на мой счет. Уже было поздно, потому что не могла дозвониться до банка, потому что меня заблокировали. Один из новых видов мошенничества – так называемый удаленный. Потенциальной жертве под видом легального бухгалтерского сервиса высылают ссылку с программой, которую надо установить, заверяя, что она позволит прозрачно перечислить нужную сумму. Загружая ее на мобильное устройство, жертва предоставляет мошеннику доступ ко всем программам в телефоне. Преступник моментально списывает все деньги с карточки. Здесь ни в коем случае нельзя вступать в переписку, продолжать с ними общение и загружать какие-то программы с неизвестных номеров. Нужно ежедневно или раз в два дня снимать деньги, перекладывать его на тот счет, который не публикуется нигде, это может быть депозит, который неизвестен никому, кроме владельца. Электронный вид мошенничества – один из самых распространенных. И причем обчищают жулики не только, считая, и карточки казахстанцев, но и благотворители, которые занимаются сбором средств для людей, нуждающихся в дорогих операциях и препаратах. Потенциальными жертвами становятся и те, кто в соцсетях обращается к соотечественникам за помощью. Они звонят на указанные номера, данные карточки уже опубликованы. Остается лишь выведать защитные коды. Войдя в доверие к обладателю банковской карты или электронного кошелька, жулику очень легко списать деньги. Если номер карточки вас еще может спросить сотрудник банка и кодовое слово, то есть они предназначены для этого, то все остальное, пароль 3D Secure, CVV-код и код, который приходит в смс, это то, чего никому нельзя ни при каких условиях рассказывать. То есть либо вы вводите прямо на веб-сайте, и сайт должен быть достаточно доверенным, то есть не на всяком веб-сайте, либо в интернет-банкинге своего банка. Все. В следующий раз, когда вам отправят смс или позвонят с предложением помочь, 10 раз подумайте, так ли благи намерения человека на другом конце провода. Анастасия Валикжанина, Радик Жакупов, Эдуард Кон. В итоге дня Алматы.